Доброе утро! В эфире канала Россия, итоговая информационная программа событий недели. Главное событие минувшей недели – послание Владимира Путина Федеральному собранию. В своем ежегодном послании глава государства затронул многие важные темы, касающиеся внутреннего устройства страны, а также ее международной политики. В частности, Владимир Путин сообщил, что с июня детям от 8 до 16 лет, которые растут в неполных семьях, будут платить 5650 рублей ежемесячно. Вместе с тем он предложил выплачивать ежемесячные пособия беременным малообеспеченным женщинам в среднем размере 6350 рублей. Семьям со школьниками и детьми, которые в этом году пойдут в школу, выплатят в августе по 10 тысяч рублей на ребенка единовременно. В числе прочего президент поддержал инициативу партии «Единая Россия» о получении родителям 100% размера больничного по уходу за ребенком в возрасте до 7 лет и вне зависимости от трудового стажа. В целом Владимир Путин дал оценку положению дел в стране и обозначил приоритеты. Глава Карачева-Черкесии Рашид Семрезов принял решение в преддверии Дня Победы выдать денежные средства в размере 50 тысяч рублей инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, жителям блокадного Ленинграда, бывшим узникам фашистских концлагерей. Граждане России протестируют систему дистанционного голосования в рамках общероссийской тренировки ГАЗ-выборы. Уже начался прием заявлений для участия в тестировании. Он продлится до 7 мая на портале Госуслуг. В пробном голосовании могут принять участие жители всех регионов России. Сама тренировка системы пройдет с 12 по 14 мая, в ходе которой будут полностью воспроизведены все этапы голосования от регистрации и авторизации до голосования и подведения итогов. Система дистанционного голосования в скором времени станет одной из самых главных и перспективных направлений избирательной системы, отметила председатель Ресси-Забиркома Лариса Базалиева. Не можем с вами не признать, что голосовать онлайн, конечно, удобно. В выборах этого года осенью, а мы с вами будем выбирать депутатов Государственной Думы, плюс еще практически во всех субъектах муниципальные выборы пройдут, где-то выборы высшего должностного лица, ЗАГСом ранее. Все субъекты, конечно, еще не будут принимать участие в режиме реального времени, но для того, чтобы это стало возможным завтра, сегодня один из этапов – это всероссийская тренировка. По предварительным расчетам, по нашей стране более миллиона человек примет участие, и это очень важно, потому что нужно проверить систему именно в условиях пиковых нагрузок. В парламенте республики наградили организаторов и участников конного перехода «Лоба-Красный курган». 120 всадников на жеребцах крочевской породы преодолели более 230 километров по горной местности из Урубского, Малокарачаевский район, где затем на территории этнокомплекса «Алан-Шахар» прошла выставка жеребцов. Организатором акции выступила ассоциация «Карачаевхорс», которая занимается поддержкой и развитием крочевской породы лошадей. Инициатор награждения – депутат парламента Алексей Ганшин поблагодарил ассоциацию за популяризацию породы, а первый вице-премьер правительства Хазырчикуев отметил отличную организацию перехода и дисциплину команды, а также подчеркнул большие заслуги депутата Хасана Хубеева – неоднократного участника конных походов в становлении и развитии крочевской породы лошадей. В этом году архиву «Карачаева-Черкесии» исполняется 100 лет. Документы XIX века, дневники поэтессы и писателя Халимат Байрамукова и еще тысячи и тысячи документальных свидетельств истории народов республики хранятся в архиве. И сегодня гость программы – сотрудник учреждения. Кандидат исторических наук Шамиль Батчаев. О работе и истории становления Республиканской архивной службы он рассказал журналисту Шерифат Лепшоковой. Республиканской архивной службе – 100 лет. Дата более чем солидная, но известно, что еще до революции на территории нашей республики практически в каждом населенном пункте были свои мини-архивы. А самый старый документ, который хранится здесь, в хранилище, датируется первой половиной XIX века. Шамиль, скажите, среди тысяч исследованных вами документов здесь, в архивной службе, был ли такой документ, который вас удивил как историка? Ну, Шерифат, вы правильно говорите. У нас очень большое количество документов, самых разнообразных, и хозяйственных, и политических, и связанных с людьми документы, какие-то личные происхождения. Ну, лично для меня, как человека, занимающегося историей, историческим исследованием, важнее всего и приятнее всего было находить документы, связанные с людьми, и в частности с нашими известными людьми. Несколько лет назад мы отмечали столетие Хальмадь-Башчиевны Байрамуковой. Личный фонд ее находится у нас, в архиве. Она сама еще при жизни составила полностью переплеты, сделала свои писем, своих заметок и так далее. Очень скрупулезно подходил человек к сохранению своего творчества. И надо сказать, что даже дневники свои она передала сюда. Дневники начинаются еще в довоенный период, и продолжались ею и в годы войны, и в годы депортации, и по возвращению вплоть до ухода из жизни. И знаете, на самом деле весьма интересно, как читать воспоминания человека, то есть зафиксированные именно тогда, не спустя много лет, а именно тогда ее переживания, ее отношения к людям. Такой документ личного происхождения, как дневник, он помогает нам глубже осознать и понять то время. Вот такие документы были интересны, например, ее дневники. Другой вопрос. Знаменитый генерал Белой армии Михаил Фостиков, уроженец станицы Потолпашинской, лидер Белого движения, герой гражданской войны, герой Первой мировой войны. Он родился именно здесь. И буквально тоже несколько лет назад нам поступили метрические книги Николаевского собора, Николаевской церкви, которая располагалась здесь, в Потолпашинске тогдашнем. И мне удалось найти запись о его рождении, метрической книге. Но, казалось бы, ничего удивительного нет, его дата рождения известна, она во всех энциклопедиях, книгах в интернете есть. Но дело в том, что, согласно этой метрической книге, он родился ровно на год раньше, чем указано во всех изданиях, во всех справочниках. Скорее всего, он сам по каким-то причинам поменял эту дату уже. Я не могу сейчас сказать, по какой причине. Возможно, связано было что-то со службой. Вот такие есть интересные моменты. Много вот буквально там, где даже не ожидаешь, могут появиться такие документы. Например, что-то хозяйственное идет, и вдруг ты находишь заявление человека, который лишили избирательных прав. В 20-30-е годы была такая практика, по социальным, по политическим мотивам. Лишение прав, оно несло за собой не только право избирать и быть избранным, но практически все гражданские права. И человек описывает свою биографию. Вот я буквально перед вашим приходом читаю письмо, вернее, заявление одного жителя села Карчур, и там о том, что его неправильно лишили избирательных прав. И там в документе указано, что, оказывается, его отца еще во времена, значит, дореволюционные времена, за антиправительственную деятельность сослали в Сибирь, где он умер. Но, в принципе, лично я, например, об этом человеке в дореволюционных документах в Краснодаре тогда ничего не встречал. А здесь, пожалуйста, мы находим вот такую интересную деталь из его биографии, что, оказывается, вот так произошло в жизни этой семьи. То есть, на самом деле, каждый день, это реально, я сейчас говорю, нет, потому что мы на камеру, я на самом деле, вот буквально минут 5-10 назад это обнаружил, и каждый день позволяет нам узнать что-то интересное, я еще раз повторюсь, о людях, об их судьбах, о каких-то знаменательных событиях в их жизни, в жизни нашего региона и так далее. Сейчас очень много людей интересуются прошлым, они хотят узнать об истории своей фамилии, своего рода, узнать какие-либо исторические факты. Многие из них приходят сюда, в архив. Было ли такое в вашей практике, что найденный документ был противопоставлен какой-либо гипотезе? То есть, он опровергал предположение? Ну, надо сказать, что вот интерес людей к своему прошлому, прошлому своей семьи, своего рода, своего населенного пункта. Это, конечно, весьма отрадно, это радует и меня, как историка. Но дело в том, что большинство людей, которые занимаются этим, это из благородных, из чистых, самых светлых побуждений, они чаще всего основываются на так называемом полевом материале. То есть материал, который собран у людей, у родственников, у предков, какие-то записи, может, что-то осталось. То есть это недокументальная основа. И когда человек приходит в архив и начинает изучать документы, сразу хочу сказать, к сожалению, мы не обладаем таким количеством документов, чтобы все вопросы прояснить. За многими документами приходится людям ехать, например, в Краснодар или в Нальчик и так далее, касательно нашей даже территории. Но чаще всего с течением времени какие-то факты, они гиперболизируются, как-то изменяются. И поэтому человек, когда читает, он может найти в документе как подтверждение своих слов, так и опровержение своих слов. Или же найти то, что факт был, но немножко другой, немного не того масштаба был факт. К примеру, был такой случай, что один достаточно взрослый человек утверждал, спорил со мной, утверждая, что его прадед, наверное, был старшиной одного из селений чуть ли не четверть века. Что я ему говорю? Ну, я видел его документы и в Краснодаре, я видел его документы, у нас здесь есть его документы, где он прямо пишет, что я был старшиной два с половиной года. Но, к сожалению, человек мне ответил только то, что мой отец, наверное, лучше знает, кем был и сколько был его дед или отец, сейчас уже не могу припомнить. То есть в данном случае была реакция отрицательная. Но, к счастью, как бы большинство наших земляков относятся к этому более адекватно. Они понимают, что документ — это документ. Конечно, любой документ, он тоже немного субъективен, но в истории действует такое правило. Чем ближе документ к событию, которое написывает, тем более вероятность того, что он правильный, то есть соответствует истине. Если, например, у человека я нахожу свидетельство, выданное ему, метрическое свидетельство, выданное ему там 150 лет назад, и там указан его год рождения, что ему столько-то лет, к примеру, на этот момент, а мне потомки говорят совсем другой год, делая там на 10-20 лет его старше, конечно же, я отдам предпочтение, и любой историк должен отдавать предпочтение документу. Потому что именно документы — это сохранение исторической памяти, это сохранение исторической истины. Республиканский архив все время пополняется. Как вы отслеживаете новинки? Как проходит отбор? Ну, надо сказать, что пополнение архива новыми документами — это является одной из важнейших задач архивов любых, и в том числе нашего государственного архива республиканского. Наряду с документами органов государственной власти, общественных организаций, хозяйственных организаций, которые положены поступать в архив, конечно же, мы стараемся вести работу и по формированию коллекции документов по истории народов нашей республики, которые нам удается выявить в других регионах, в региональных архивах и в федеральных архивах. Ну и кроме того, конечно, мы формируем фонд прессы нашей республиканской. Все пять газет нашей республиканской у нас ежегодно. Как бы подписываемся, мы формируем эту подшивку, формируем. Хочу как бы похвастаться, у нас на самом деле есть довоенные еще газеты, конца 30-х годов, не все знают, как бы, ну, они у нас не в очень хорошем состоянии, но я думаю, для людей, которые на самом деле, кому интересно, чем жила Карачаевская область, Черкесская область перед военные годы, я думаю, будет весьма интересно с ними ознакомиться. Ну и дальше, как бы, вплоть до сегодняшнего дня газеты у нас имеются, так что не только в республиканской библиотеке, но и у нас есть возможность с ними ознакомиться. Говоря об исторической литературе, я знаю, что у вас в архиве здесь хранятся документы периода Октябрьской революции, и они довольно драматичны. Вы исследовали эти документы, можете вот рассказать об этом немного? Ну, на самом деле, надо сказать, что революция, конечно, она произошла далеко от нас, в Петрограде, в Москве, ну, и как по всей России тогдашней, конечно же, она коснулась и нашей территории. Здесь, сразу скажу, были эпизоды и трагические какие-то, были какие-то, может быть, светлые эпизоды. Ну, на самом деле, к счастью, могу сказать, что, по крайней мере, у горских народов наших ожесточение гражданской войны не имело такого накала, как было в соседних регионах. Без трагедии не обошлось? Были сожжены несколько населенных пунктов? Конечно, конечно. Ну, это, на самом деле, происходило не по инициативе самих жителей наших. Это была политика, как бы, ну, так скажем, ну, в данном случае, если говорить о сожжении населенных пунктов, это было, как сказать, наказание тем населенным пунктам, которые поддерживали выступления генерала Фостикова. А уже Красная Армия в порядке наказания проводила сожжение, были сожжены, значит, станица Кардонигская, Карачаевское село Джугитей, Остиновское село Георгиевское, Остиновское село, село Абхала, Новый Карачай, нынешний. То есть, вот, ну, то, что я помню, и жители всех этих населенных пунктов, это было осенью 1920 года, были вынуждены бежать, вот, в горы Большого Карачая, на плато, там, как бы, лично моего, моей матери, предки из Джугуты были вынуждены бежать, и там прожили около полутора-двух месяцев, вот. Ну, а потом уже, когда ситуация стабилизировалась, они вернулись, как и все, и стали уже по-новой возрождать свои села. Гражданская война на территории современной Карачаева-Черкесии в целом закончилась к концу 1920 года. Именно тогда, как бы, были созданы впервые органы советской власти, представительства горца, в данном случае часть, именно, карачаевцы выделились в составе карачаевского округа, Горская СССР, а в то время, как другие горские народы и казачество оставались в составе Батлопашинского отдела. И вот, когда в 1921 году началось уже более активное, как бы, строительство органов власти, каких-то структур и так далее, встал вопрос его создания органов управления архивным делом. Были созданы органы управления архивным делом в обоих, в обеих частях, значит, современной Карачаевой-Черкесии. Это Батлопашинский отдел, в составе которого были все горские народы, кроме карачаевцев, и казачества, русскоязычного населения, и Карачаевский округ, Горская СССР. Вот здесь сам декрет СНК РСФСР о реорганизации и централизации архивного дела в РСФСР 18-го года. Вот здесь мы видим то самое решение, которое принято было в Кубано-Черноморской области, о создании, вот здесь написано, о создании отделений в странице Батлопашинской. То есть, а здесь мы уже видим, это документ датируется 31 января 1921 года. Здесь у нас документ 1 мая 1921 года, где сказано о том, что главное архивное управление создается в Горской Республике, и учреждаются окружные архивные управления. Работа в архиве – это своего рода вдохновение для историка. Вы соприкасаетесь с документальным наследием народа. А скажите, что для вас значит работа в архиве? В архивы люди приходят либо на чуть-чуть, либо надолго. То есть, все зависит, наверное, от характера человека, от склонности его к какой-то деятельности. Вот я лично работаю в нашем Республиканском архиве ровно 10 лет с небольшим. В январе вспомнился ровно 10 лет. Я думаю, если человек работает столько лет, а у нас есть люди, которые работают по 25 лет, по 30 лет уже люди работают. Ушли люди сейчас, которые тоже отработали вот такой срок. Человек может работать, наверное, только потому, что он получает удовлетворение от своей работы. То есть, получает на работе положительные эмоции. Хотя, конечно, работа у нас сложная. На самом деле, это не только исторические исследования, это работа с людьми, это выдача справок тематических, социально-правовых запросов исполнения. Это очень большой фронт работы. Когда ты видишь, что твоя помощь как-то помогла человеку, твое содействие как-то помогло ему что-то важное сделать в жизни, написать какую-то книгу, и ты потом получаешь подарок, в архив приносят, в библиотеку дарят нашему архиву, конечно же, ты чувствуешь причастность свою, какую-то значимость своего труда в данном, значит, учреждении. Так что, мне кажется, на самом деле, архивы, они имеют значение не только как хранители памяти исторической, но и играют большую социальную роль, потому что помогают людям сохранять и восстанавливать свои права, материальные права, какие-то имущественные права, какие-то социальные права. То есть, у нас, вот я говорил о том, что были в 20-е и 30-е годы лишенцы. Очень много людей не знают даже о судьбе своих, ну, к примеру, родители умерли, а внуки уже не знают, что дедушка, бабушка подвергались репрессиям по имущественному, по социальному признаку. Они приходят, они знакомятся, для них это открытие. Кто-то даже бывает, плачет, кто-то радуется, что нашел что-то, какую-то информацию. Вот на самом деле, это очень важно, у людей есть стремление, потому что многие годы, ну, как бы у нас в стране не было принято проявлять интерес ни к своему роду, ни к своей семье, ни к своим предкам. Многие из нас и вообще в России прятали все, что могли о своих предках. А сегодня, к счастью, у нас есть эта возможность, и мы стараемся помочь людям в меру своих сил дать ту информацию, которая у нас есть, дать возможность людям узнать что-то новое о своих предках. Это, мне кажется, самое главное для нас, как для архивистов, это, как скажем, сохранять историю и делиться этой историей с нашими гражданами. Спасибо. Спасибо. Прямо сейчас реклама, а после мы и продолжим. Ангажемент. И ваш диван всегда будет чистым. Последствия праздничных ужинов. Пролиты соки и кофе, следы шоколада и все нипочем. В апреле легко чистящиеся диваны в ткани Rolex со скидкой 30%. Мебельный салон Ангажемент. Город Черкесск. Улица Октябрьская, 392. Радость бывает разной, но повод для нее один. Скидки до 80% в 585 золотой. 585 золотой. Дарите эмоции. Весна будет чудесной. С Московским индустриальным банком. Рефинансируйте кредит по ставке не выше 8,8% годовых. Оставьте заявку на сайте минбанк.ру Или приходите в офис. Московский индустриальный банк. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова В эфире Радио России. Карачаево-Черкесия. Радио Россия расширила свою техническую базу и звучит практически по всей стране. Более 145 миллионов слушателей. 1300 передатчиков. Главное радио страны – радио России. Настраивайте Радио России Карачаево-Черкесия на чистоту в своих населенных пунктах. Среди множества наград на Кителе подполковника полиции в отставке. Ветеран МВД есть и не менее значимая заверность ветеранскому движению. На примере таких героев сегодня во многом и воспитывается подрастающее поколение. Большую часть жизни Сергей Кузнецов посвятил работе в полиции. Сегодня он возглавляет Совет ветеранов войск правопорядка Карачаева-Черкесии. И на днях ветераны МВД отметили свой праздник. О тонкостях работы, о том, что раньше было под грифом «секретно», ветеран поведал нашему корреспонденту Александру Коваленко. Служба в рядах советской армии, обучение в школе младших авиаспециалистов в Азербайджане. Как потом выяснится, с этого пути уже было не свернуть. Несмотря на то, что душа требовала кисти и холста. Талантливый юноша, призывник был замечен замполитом. Я попал в политотдел полка художником-оформителем. Служба была тяжелейшая. Я оформлял ленинские комнаты, восстанавливал, строил памятники по гарнизонам. Спустя полтора месяца после службы Сергей пополнил ряды сотрудников милиции. Трудовой путь начался с работы в дежурной части, где рядовой Кузнецов был, как говорится, на расхват. Он умело мог выстраивать план задержания нарушителей правопорядка. Патрульно-постовой службы в 1976 году еще не было. В смену на дежурство заступали всего три человека. За сутки мне приходилось выезжать до 50-60 раз на происшествия. У меня, смотри, руки все порезаны, побитые. Это и ножи, и топоры, и пилы, и чем, что только мне не приходилось отнимать. Один раз меня даже чуть не зажарил сумасшедший на печке. Приехал психдиспансер, говорит, есть у вас подготовленный. А я крепкий занимался самбо. С такими данными карьерная лестница в правоохранительных органах предполагала дорогу исключительно вверх. Обучение в Воронежской школе милиции. Затем Сергей Иванович был назначен заместителем роты ППС. А вот должность замкомандира СПБР, спецподразделения быстрого реагирования по борьбе с организованной преступностью, требовала пройти курсы усовершенствования оперативного состава. С 14 марта 1994 года 33-летний Сергей Кузнецов был направлен в Домодедово. Полную подготовку бойца спецподразделения здесь прошел 141 командир СОБРа. У нас было 41 человек со всей России. Это очень важно. Мы видели друг друга в лицо. И в дальнейшем, когда уже нам приходилось работать в войсковых группировках, проводить специальные мероприятия, мы знали командира, нам было легче найти общий язык. Знали лично. 1994 год подполковник Сергей Кузнецов вспоминает с дрожью в голосе. Практически каждые 2-3 месяца то захват вертолета, то захват автобуса, то захват зданий, то еще что-нибудь. Очень тяжело. Работали круглые сутки на износ. Вот отсюда говорят, вот смотрите, сколько у них родинов и медалей. Да все они заработаны честно. Перед глазами до сих пор стоят дети. Благодаря слаженной работе СОБРовцев, они были освобождены, рассказывает наша съемочная группа Сергей Иванович. Вытащили этих детишек, держали их в подвале. Все в болячках, завшивлены, голодные. Я как можно над животным страшно. Это дети, 3-5 лет. На счету командира СОБРа и его подчиненных тысячи эффективно завершенных операций. СОБРы хотели создать хирургический инструмент борьбы с преступностью. То есть волка должен быть, должен грызть волкодав. Поэтому к нашим сотрудникам, к нам отношение было такое, что мы постоянно занимались. Спортзал, огневая подготовка, высотная подготовка. При этом мы работали с оперативниками содержания, вымогателей, похитителей детей. Каждая награда на китель боевого офицера – это невольное воспоминание за своих боевых товарищей, как они погибали на глазах. За выполнение особого задания правительства Российской Федерации. Ветеран боевых действий в Чечне. Лучший сотрудник спецподразделения МВД России. Медали 1, 2 и 3 степени. За безупречную службу. За боевое дежурство. 100 лет милиции у БОП. И это еще не все. И сегодня, возглавляя общественную организацию ветеранов правопорядка, Сергей Кузнецов является примером мужества. Примером для подражания подрастающего поколения. Александра Коваленко, Мухаммед Ошибоков. Вести Карачаева, Черкесия. В картинной галерее Черкеска открылась выставка работ ветерана Великой Отечественной войны Константина Ткачева. О желании организовать ее стало известно от внучки художника в ходе прямой линии с главой Карачаева-Черкесии Рашидом Тимрезовым. О работах художника в репортаже Аслана Гирюгова. Константин Сергеевич Ткачев – живописец. Его всегда привлекала красота Карачаева-Черкесии. Все работы Константина Ткачева наполнены любовью к природе и людям. Помимо изобразительного искусства, он также занимался фотографией. Ему всегда нравилось запечатлеть что-то необычное и передать через фото все свои эмоции. На выставке в картинной галерее Черкеска представлены многие работы художника. Для родных и близких ее открытие стало очень важным днем. Константин Сергеевич очень был скромный человек. Он не любил публичность. Он даже очень редко общался со своими сверстниками, союзов ветеранов. Поэтому мы очень признательны, что эта выставка получилась, что получилось ее открыть. Я надеюсь, что люди, которые будут смотреть, они проникнутся и найдут свое что-нибудь. Константин Ткачев – ветеран Великой Отечественной войны. Воевал в составе 29-го артиллерийского полка в звании младшего сержанта и был награжден орденом Отечественной войны. Но тема войны особо не отразилась в работах автора. На плотных фотографиях Константин Сергеевич изображал природу родного края, деревенские пейзажи и простых людей. При жизни Константин Сергеевич отличался скромностью. И вот коллеги рассказывают, что были попытки проводить выставки, но он всегда скромно от этого отказывался. Хотя дома, наверное, был музей, в который приятно было войти в любое время. Мы сделаем максимум возможного вместе с музеем, чтобы на эту выставку пришли как можно больше представителей молодежи, детей. И будем с помощью семьи рассказывать именно об исторической части, которая стоит за творчеством. Потому что за каждой картиной всегда есть большая история. Также было отмечено, что данную выставку планируют показать в школах республики, чтобы как можно больше людей могли ее увидеть. Это настолько такой большой пример для нашей молодежи, для наших детей. И очень приятно, что наши детки знают не только о страницах войны, да, из уст ветеранов, но еще могут учиться тому, что, несмотря на то, что в очень тяжелых условиях жили эти люди, они нашли в себе мужество, нашли в себе силы радоваться жизни, писать прекрасные картины в очень ярких тонах и оценить каждый день своей жизни. На выставке рабочий стол ветерана с недописанной картиной, пиджак с наградами, фото с Рашидом Темрезовым и личные вещи. Поближе познакомиться с творчеством Константина Ткачева может каждый желающий. Аслан Гирюков Алибастанов, Вести, Карачаево-Черкесия. Такой была уходящая неделя в Карачаево-Черкесии. Какое будет следующее, покажет время. А я желаю вам хорошего воскресного дня и до встречи. Субтитры подогнал «Симон»!